В Ульяновской области состоялось 54-е заседание законодательного собрания нашего региона. Депутаты рассмотрели около 50 вопросов, в числе которых отчет начальника ОМВД России по Ульяновской области о работе ведомства в 2021 году. В своем докладе Максим Петрушин отразил основные тенденции, связанные с криминогенной обстановкой в регионе. По итогам прошлого года в области снизилось количество зарегистрированных преступлений и увеличилась их раскрываемость. Шторм преступности в Ульяновской области устойчивый и к итогам года является одним из самых низких как в ПФО, так и в целом по России. Основные виды преступлений, которые присущи для Ульяновской области, это, конечно, имущественные преступления. И в первую очередь тенденции, как и по всей Российской Федерации, это преступления, связанные с мошенничеством в сфере IT-технологий. К сожалению, граждане очень часто становятся жертвами преступлений от мошенников, ведутся на их уловке. Отчет Петрушина стал предметом активных обсуждений и после дискуссии был принят депутатами. Далее рассмотрели отчет счетной палаты Ульяновской области. В 2021 году было проведено 20 контрольных мероприятий и проверено 3,5 миллиарда рублей. Представители счетной палаты в муниципальных образованиях проверили еще 4,5 миллиарда. В совокупности органов внешнего финансового контроля, или, как мы говорим, парламентского контроля Ульяновской области, проверили порядка 8 миллиардов рублей. Только счетная палата отработала фактически на 62 объектах. Было выявлено более 220 различного рода финансовых нарушений. И подавляющее большинство из них уже исправлено в ходе 2021 года. Народные избранники также проголосовали за внесение изменений в закон Ульяновской области о прогнозном плане приватизации государственного имущества. Но мы сегодня на фракции обсуждали более важный вопрос. Это вопрос продовольственной безопасности. Это вопрос о выделении дополнительного финансирования на АПК. И ситуация складывается такая, что именно сейчас нужно оказывать поддержку и позаботиться самым важным вопросом. Это вопрос продовольственной безопасности. Депутаты почти единогласно проголосовали за снятие полномочий заместителя председателя законодательного собрания с депутата от партии Коммунисты России Максима Сурайкина. Парламентарий сам написал заявление о снятии с себя полномочий вице-спикера в связи с тем, что решил отправиться добровольцем на Донбасс. Я принял решение как человек, как майор запаса, как патриот записаться в добровольца. И как бы это абсолютно серьезное мое решение. Я уже буквально сегодня прохожу медкомиссию и в ближайшие дни будет отправка. Поэтому, естественно, в своем отсутствии, я не знаю, сколько это продлится и вернусь ли я вообще живой. На заседании также проголосовали за внесение изменений в закон о порядке управления и распоряжения государственной собственностью. Рассмотрели проект постановления о формировании избирательной комиссии. Проголосовали за вручение грамот законодательного собрания работникам школ и детских садов, активно проявившим себя в работе. Валентина Никонова, Артем Куранов, Уллправда ТВ.